Просто интересно посмотреть на то, как лакерок типа шведа играет против суперскиллового игрока типа Дарквинга. Вот так вот. То есть, сможет ли хаоситский лак справиться со сверхинтеллектом некров? Волчка имени Диамеда. Флеш-голем имени Вашберна. Нормально. Чё-то есть. Мы все понимаем, что как бы Дарквинг играет на 10 голов выше. Все, что может попытаться сделать швед, это задайсить. Посмотрим, получится ли у него это. Я ничего не предсказываю, но посмотрим. Я знаю, как играет Дарквинг, и понимаю, что любому человеку играть с Дарквингом тяжело. Вот так вот. Пути Дарквинга, они такие. Специфические. Ну, лос пока такой. Валенький. Козел скорее имени Ногогрыза. Обычно такие фишки используют Ногогрыз. Еще ноги. Еще только ног не хватает. Для полного набора. И кота, который бы мяукал. Вот так вот. Я, конечно, каждый раз поражаюсь с того, на сколько у Ногогрыза там кошак лютует. Понятненько, Брайт. Ну, мне все-таки кажется, что если вспомнить... Да, швед наивно считает, что может покачаться в этом матче. Так вот, мне просто кажется, что из всех разнообразных адбитосов и так далее, все-таки адбитосная мощь Ногогрыза, она как бы перекрывает с запасом всех остальных игроков. Я имею ввиду, игровая стилистика Ногогрыза такова. Привет, Реда. Че у тебя там с египтянином случилось? Я думал посмотреть, потом понял, что у вас почти не было травм, решил, что нафиг тогда. Поэтому можешь словами рассказать, а мы послушаем. Шо случилось? О, прикольно. А, ну, бывает, Реда, бывает. Сочувствую. Жителям Петербурга запретили до 18.00 гулять на берегу Васильевского острова в районе порта Морской фасад из-за визита президента Владимира Путина. Путин примет участие в церемонии подъема флага на новом ледоколе Виктор Черномырдин. Страшнее для ледокола, конечно. Рядом с портом морской фасадки пройдут мероприятия, дежурят сотрудники ФСБ и полиции. Вот так вот. Ну, а ты даже левнул. Ну, ладно. Ну, у многогрыза был такой козел Хайнс Вуфельшмерц, которого он, кстати, по итогу продал. И он тоже пытался вырастить такого вот. Странно, что он с пятиагильного по итогу не попытался. Ну, ладно. Учитывая вообще в целом всю стилистику многогрыза в плане команды. Команды. Продолжение следует. Так Ну, я не уверен, что стоило лечить Потому что Мне кажется, Darkwing-то не остановится Я имею в виду, что если бы Была бы серьезная травма То лечить А если, как бы Вообще взятки нет Ну, такое Неприятно Драйв стал томным Ну, просто Реда, как сказать-то У тебя вроде в сезоне хватает матчей Где тебя будут бить Это самое грустное Не хватает ПОшки Шведа для полной красоты В этом сезоне Еще предстоит много матчей Где тебя будут бить ногами Возможно, даже по голове Ну, может быть, действительно Это тот матч, где стоило это Я бы даже подколол бы Что у тебя, Реда Стандартный сезон Восемь игр Как обычно Ну, египтянин Самый жесткий Ну Понимаешь, вот Ситар, я думаю Не ожидал, что его Диамид изобьет Разное бывает Ну, окей Хотя, вот Например, вспоминая Игру комедианта С пупком Там сразу Как бы Да, у Реда Там Очень много В плюс силах У Реда На самом деле Уже очень Помятая команда Такая Подуныловшая На мой взгляд И что-то Как-то Не знаю Мне команда Реда Не очень нравится Мне кажется Что Он ее катает Просто из лени Качать новую команду Ты просто Ситар Слабо веришь В пробой Тебе не хватает Внутренней уверенности Что ты всех забашишь Вот так вот Тебе надо взять Пару уроков У Гэфи Тебе надо взять Тебе надо взять Тебе надо взять Ну это Окей Там нужна Вторая Клавса Блин Надо иметь Шесть Клавс Это очевидно Гард Мб Клавса Все Не знаю Не знаю Мне кажется Ты вообще Зря взял Плюс Силу На Хобосе Например У тебя Хобосы стоят Очень дорого У тебя Не очень Эффективное ТВ Непруха Кстати От этого Тоже Страдает Это не то ТВ Которое Можно Хорошо Реализовать По итогу РР Что-то Шведу Прям очень Тяжело Играть Против Дарквинга Как-то Неожиданно Прям Как-то Как-то Хаос Улетает Быстрее Чем Некры Казалось Ну У меня Такого Впечатления Реда Не создалось Но Я Видимо Не шарю Че Че С меня Взять Странно Что Хотя Ладно Можно было Агильного Козла Потолкать Тяжело Конечно Тяжело Это Хорошо Это Хорошо Сейчас Швед На Месте Может Че Ни Сделать Я имею Опять Пробой Я имею Ввиду Что Некры Так Стоят Не Очень Комфортно Хотя Так Хорошо Кидают Да Это Кстати Вот Этого Выбить Можно Не Выбилось Но Я бы Сказал Что Просто Хаос Самые Ватные Башеры Среди Клавсистых То Есть Ну На Фоне Нурглей И ХД Хаос Вата Я Согласен И С этим Как-то Ничего Не Поделать Я Не знаю В Отне Хаоса Только Подземка Но Это Так Уже На Уровне Шуток Как Вы Понимаете Отвратительный Скаттер Для Шведа Тут Будет Как-то Грустно Сейчас Волчек Прибежит Все Остальное Прибежит И Что Делает Шведу Непонятно По сути У некров Очень Простая Игра Обосраться Крайне Тяжело Но Дарквинг Может Ну Отличные Дайсы Пока Дарквинг Играют Очень Адекватно Даже Не Узнаю Его Р А Р Р А Нет Ой 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 Ну Ладно Это Пожалуй Первый Раз Когда Шведу Прям Довольно Сильно Завезло То есть Практически Проигранный Драйв Только Что Перестал Быть Проигранным Похоже На То Это Очень Сильный Заход Вот Сейчас Самый Тонкий Момент С 3 Плюс Плюс 2 Плюс По Хорошему Надо Отдать Пас Игеле И По Хорошему Ну Ладно Так Так Тоже Можно Сыграть Не Зай Мне Просто Скажут Что Например Те Же Гномы Или Те Же ХД Их Наоборот Лучше Качать Максимально Прямолинейно Вот У Хаоса В этом плане Гибкость Более Интересная Мне Так Думается Хаос Все-таки Команда На которой Получается Грязнить А на ХД На мой Взгляд Это Происходит Ну На порядок Реже Это Конечно Спорный Вопрос Молодец Дарквинг Я имею Ввиду Что В 3 Куба Поехал Типа Максимально Страхово Отыграл Искатер Прекрасный Только Мне кажется Надо было Наверное Все-таки Подбирать Кек Это Была Интересная Попытка Убежать Замбю От Подката Счастье Было Близко Подкат Сыграл Кстати На Сапелях Подкат Сыграл Редко Такой Увидишь Но Сейчас Выбьют Волчика Швед Забьет Гол То Играть Будет Трудно Пока Плохо Все РР А РР А РРов-то Нет уже Все Ну Хохе Такой Нешаблонный Хаос Получился Что Хохе Не может Выйти В вышку Уже Сезонов Сколько Там Пять Если Не Больше Поэтому Вот этот Нешаблонный Хаос Он Как-то У него Слишком Нешаблонный Мне кажется Такой Жир Из пачки Силы Даже Прямо Топовые Игроки Могут Реализовывать Ну С таким Чувствительным Трудом Сейчас Я посмотрю То есть Хохе Уже Четвертый Сезон Играет В среднем Мне бы Расскажется Что Башерная Команда Они Не так Зависимы От Статапов В какой-то Мере Статапы Чуть ли Не ослабляют Команду Как бы Это странно Не звучало По крайней мере Масс Статапы То есть Когда у тебя Например Там 200 КТВ Это 4 Плюс Силы Одна Из которых Еще При этом Регулярно Сидит На банке Напрашивается Вопрос Как бы Оно Тебе Надо Что-то Дарквинг Прям Избивает Шведа Аптеки В общем Не шаблонность Это интересно Но Что-то Не шаблонностью Как-то Тяжело Выходит Брать Чемпионство Или хотя бы Сидеть в вышке В этом плане Люблю Непруху Который Играет На тех же Вудах Играл Максим Кстати Заметный Момент На команде С масс Навыками Я имею Ввиду Как это Называется Штука Что делает Дарквинг Что ты Делаешь Лол Взятки Нет Мяч Прикрыт Как бык Посал Серьезно Без Фо О господи Я даже Не знаю Что сказать Как бы Вот сейчас У меня Наверное Пригорело На месте Шведа Типа Типа Флэш Голем Без навыков Вконтакте Прикроет Аутплей Ладно Да Окей Я бы сказал Заутплейл Все лицо Шведа Да у меня Та же самая Была фигня Демиург У меня Была Команда Некров Где Два Флэш Голема Поймали По плюс Силе И я Так Долго Их Качал Столько Членов Насосал Понял Что Такое Можно делать Только в Бесконечной Лиге И то Не всегда Я по итогу И все Дропнул Потому что Это было Одно Мучение Не хватало Инструментария Критически На то Чтобы Добиваться Хоть Какого-то Результата Отвратительно Было Вообще Плюс силы Это Самая Большая Ловушка Мне интересно Кто Учил Дарквинга Так Фалить Диамет Притом Вот Как бы Ну Сейчас Ладно Сейчас Мяч Ну Как бы Условно Прикрыт Хотя И тоже Так Себе Но Все Остальное Бедный Швед Швед Как будто Встретил Какое-то Хтоническое Чудовище Но К слову Теоретически У Шведа Сейчас были Кубы В мяч Так он Не стал Трахаться С ними Аут Плей Я смотрю Дарквинг Дарквинг Не сильно Себе Изменяет После Рерола Из Крыс В Некров Только По-моему Он до сих пор Не очень Понимает Что Играть Как животное На крысах Намного Проще Чем Играть Как животное На некрах В смысле Крысы Прощают За ошибки А некры Как-то Не так Хорошо Прощают Имх Конечно Есть Такой Либерторианец Пожарский Вот так Так Недавно Спорах С разными Людьми Ну Так Вот Вообще У меня Просто Ощущение Что У Дарквинга Довольно Серьезное Почти Чудовищное Как это Правильно Сказать Преимущество И Дарквинг Просто Старательно Пытается Его Всрать Я не знаю Почему Но Вот у человека Все хорошо И он Делает Какую-то Херню Каждый Раз Вопрос Почему Это Еще Спасибо Что У Шведа Кубы Отвратительные А Насчет Того Что Крысы Дохнут Некры Живут Ну Это Тоже Спорный Вопрос Бывают Такие Некры Которые Вообще Не Живут Бывают Крысы Которые Там Дарквин Жисколько Там Два Сезона Феерил И Только Потом Его Зажег Схватили Не При Ну Шведа Вообще Все Залетает Вот Эту Игру Отдать Практически Невозможно Дарквингу Да Ребят Чатик Вы же Согласны Что Отдать Эту Игру Практически Невозможно Ну Ну Как Ситуация Такова Что Некры Просто В салат Избили И Ну Шведу Некем Играть Можно Сталить До Талого Можно Никуда Не Спешить Все Здорово Вот Согласитесь Чатик Но Ведь Ничего Не Может Пойти Не Так Да Так Объясните Мне Он Забыл Про Взятку Или Че Но Он Забыл Что Потратил Взятку В чем Глубокий Смысл Этого Мува Чатик Чего Пытался Добиться Дарквинг Хотя бы Одно Адекватное Объяснение Будьте Добры Ну Я Согласен Что Верно Написал Просто Какая Хорошая Фраза Ну Может же Ну С Такими Фолами Рейн Действительно Начинает Казаться Что Может Потому Что Этот Фол Был Настолько Непонятный И Неадекватный Просто Нахрена Дарквинг Такое Преимущество Разбазаривает Откровенно Разбазаривает В этом матче В хаос Залетело Если Не Все То Почти Все Ты Собрался Сталить Или Что Да Ну Я Нельзя Сталить Ну Ладно Хотя Я Не Стал Сталить Значит Получается Сколько У нас Тут 5 8 Хаоситов Да Не 7 Хаоситов И 8 Нет 9 Некров Да Да 7 Хаоситов Против 9 Некров А Если Б Кое Кто Не Фалил Б Блоджер Сайдстеп Гард Гулей Вот Так Вот Да Рейн Пишет На ютубе Ну я Ладно Ща Давайте Просто Там Надо Немножко Оно Глючит Ща Давайте Проверим Сейчас Там Идиотская Система Ютуба Новая Ща Проверим А Ну это Гигантская Ну сработало Ладно Ютуб Не очень В общем Рейн Передай Пример Привет Людям Это не по плану Просто Гемор С ютуб Чатиком Он постоянно Отпадает Его надо Ручками Поправлять А мне Я иногда Забываю Об этом Надо Стикер Прилепить Наверное Куда Нибудь Типа Саш Шевели И делай Люди Привет Ой Я заспойерил Ладно Где бы Еще В чате Бладпола Найти Людей Ха 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 Так Че-то Как-то Пока Выглядит Так Что Шеведу Очень Тоскливо Так Приветики Султан Ну вот Даже Сейчас Глядя Ощущение Что Ну Ну вот Все В руках Дарквинга Ну это Вообще Уже Жадность Какая-то Нечеловеческая Ну по-моему Шевед Проиграл Ну вот Ну нельзя Сейчас Отдать Игру Практически Невозможно Правда Зачем Гуля Пошла Продавать Себя Я не Понял Но Молодец Гуля Хорошая Работа Гуля Скатер Кстати Играбельный Да Швед Швед Дальше Три Плюс Кинуть Не Может Но Бывают Такие Матчи Бывают Я конечно Удивляюсь Как Дарквинг Умудряется Ой Блин У него Топовый Голем Качнулся Вот это Вообще Страшно Сейчас Эта Гадость Возьмет Гард Или Додж Ужас Тут уже И комби Отдать Не смог Но Может Я счет Неправильно Посмотрел Тогда Я не прав Но Что-то Как-то Так Ну Было Тяжело Но Дарквинг Такой Я Могу Извините Пожалуйста Но Это Было Реально Очень Тяжело Я Б Скал Практически Невозможная Задача Вот Просто Нереально Было Отдать Игру И Дарквинг Конечно Хорош Только Я не Понял Почему Швед Не Стал Делать Блиц Вот Этим Пареньком Чтобы Помарчить Силу А Он На Гол Игрока Заводит Да Точно Все 15 Не 14 15 Все Правильно Швед Молодец М ЗСС Но Молодец Почему Не Наискосок Или Налево Ладно Почему Не Наискосок Он Мог Толкнуть Наискосок Здесь Перекры Ну Ладно О Господи Было Тяжело Но Дарквинг Смог Это Это Дар И который Нельзя путать С яичницей Как Говорится Я Без Сяких Шуток Я не Понимал Как Можно Отдать Этот Матч То Есть Весь Второй Тайм Было Ощущение Что Ну Это Практически Невозможно Я Б даже Сказал Что По Сути Швед Просто Играл То Единственное Что У него Было А Дарквинг Решил Что Надо Отдать Вот Так Купольный Апотекарий Абсолютно Идентичен Обычному Они Одинаковые Опыт Лег Хорошо Кстати А Вот Это Погано Пятка Слишком Дорогая Ну Оно Просто Могло Багануть Но Я Встал На второй Тайм Или Как Игра Старая А баги Находятся Все новые И новые Это баг Скорее Всего Я Вообще Не Удивился А Ну Скорее Всего Бывает Такое Что Он Показывается Как Подохший А потом Он Встает На второй Тайм Такое Бывает